В Беларусь поступили вакцины против COVID-19 кубинского производства. Это Собирана-02 и Собирана-плюс. Последняя больше подходит для повторной иммунизации. На Острове Свободы и в Иране ими прививают не только взрослых, но и детей с двух лет. С начала октября договора добровольной накопительной пенсии со страховой компанией Стравита заключили больше тысячи белорусов. Программа расширяет возможности формирования сбережений на старость. Получать выплаты человек сможет в течение пяти или десяти лет после достижения пенсионного возраста. Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий за пять лет сократилась почти на 10%. За это время в эксплуатацию ввели порядка 20,5 миллионов квадратов. В планах на 2022 более 4 миллионов, четвертая часть которых с использованием господдержки. Карточки некоторых банков не будут работать ночью 14 октября из-за технического обслуживания сети. Сбой возможен во время выдачи наличных, оплаты услуги и проверки счета. К слову, в Беларуси обслуживается более 9 миллионов 600 тысяч кредиток. Министр здравоохранения предложил построить новый корпус для приемного отделения и реанимации, а также провести капитальный ремонт здания больницы имени Марзуна. Ведь в Бобруйске и районе больше 300 тысяч населения. Модернизация здравницы позволит проводить обследование пациентов в более короткие сроки.